Володя, они возьмут? Ну, работают они, поэтому видишь, как трудно. А еще сайт. А спросите интернета, есть хоть у них? Штукатурка. И вот книги, замечательные книги. Это очень мудрый человек, правда не православный, но это православный евангелие. Ну, слава Боже, что знакомые лично, потерялись. Нет, может похоже просто. А может быть, ага. Почитайте. Почитайте обязательно. А интернет у вас есть? Есть. А вы дали визитку, да? Ну, а этим мальчикам или там женщинам. Мальчикам. Ну, давайте, с Богом, храни вас Господь. Заходите, но они же не всегда есть, собаки-то. Хозяева дома нет? Хозяева есть, нет? Как вы постучитесь в окно-то? Нежели сильно. Стучитесь. Вы всегда в окошко постучитесь, а потом уже... Включите. Они все на картошке сегодня. Видишь? На картошке все. Давай оставим им. Там нету дома никого. Поняла, поняла, ага. Постучи или там еще? Там еще дверь. Хозяин или хозяйка дома? Опа. 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 Здравствуйте. Мы православные частя из поселка потеряются. Приглашаем вас сегодня в духовную беседу с администрацией. Два часа. Опа. 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 Федерация. Опа. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но это все по Евангелию, апостолам разливали голову, апостола Павла сколько раз камнями побивали, вот написано встал и пошел, Божьи силы подняли, считаю, что этот грань до смерти пришел, как будто мертв залежал, встал и пошел, куда пошел, побежал и все искрил, но вставать, креста расстряли, это все не ожидает, у нас были случаи нападения на Игнатия Гусилетова, ну года 4, наверное, да, мужчина, который выше вас, такой здоровый, ну, повыше меня, наверное, за бороду его схватил, видно, на веселе, я подвигаю, я-то слышал, он по той стороне шел у нас, а я по этим, у меня палочка, но на палочке мы берем, чтобы собаки-то на нас не бросали, но иногда бывает, что люди всякие попадают, я говорю, отпустите, несколько раз, и палочку держу, а он выхватил, вот так держит, думаю, сейчас Игнатий, ну, угна, тихо, сейчас выхватил палочку, а я, ну, как-то получилось, у меня, раз, он не ожидал, выхватил тоже, отпустите, он отпустил, понял, что несладко может быть ему, потому что это палочкой мы можем и применить тоже, в данном случае, нам защищаться можно, убивать нельзя, Бог говорит, любите врагов ваших, не убивать, как вот на войнах сейчас придумывают, можно стрелять, православные говорят об этом, ложь, Господь запрещает, благословляет оружие, недавно самолет, я-то по интернету видел, большой ракетоносец Т-95, по-моему, так называют, священник, египистос там благословляет оружие, направлено на убийство, мы против этого, так как Господь и заповедовал, мы на всем мире, мы рассказываем о Христе, всегда дико с нас будет, что бывает и молитву, но, что это будет, а в Корчино, Радоване, прошли мы тоже, зрители оступников наших, наши уехали сюда, от православия вообще отпали, Евгения Дмитриевна и Голосова Галина, против священников, не надо священников, не спорить, а не все благословляет, а спорить это, кто спорит, кто истину не знает, мы с ним спорим, ну уже три минуты, в общем-то можно и беседовать, какие-то, может, вопросы у вас возникли, потому что мы с вами уже, вы наши друзья, много раз кричали, может, какие-то вопросы, какие-то вопросы, видите, мы в политику-то особо не вникаем, задают такой вопрос профессору на Словской Духовной Академии, 8, может, слышали? Он отвечает, по грехам народа это, Алексей Ильич, он правильно отвечает, по грехам это наше, оно может и к нам это прийти, если мы не будем покаяния приносить, а покаяния русской народу не видно, мы объехали там от Находки до Лиссабона, всю Евразию, две миссионерские поездки, огромные были, в этом году я сам взялся. И видно, что русские люди не идут на покаяния, к сожалению. И это может быть у нас. Всегда нужно представлять, вот мы идем по Барнаулу, я с отцом Акимом там был, когда поступал в духовный семинар, в Барнаулу. Я говорю, батюшка, вот сейчас все передают, как в Буганске, в Донецке, вот сейчас вот как представить, в Барнауле вот эти вот бомбы падают, разорванные дела, это дети, взрослые, это же все реально. И это где-то может быть близко. То есть мы должны быть внимательны к тому, что происходит у соседок. А Украина это не просто соседок, там наши братья. У меня фамилия Сарченко, вот снимает брат Патченко. У нас работала Наталья Николаевна, приходька. Ну сколько оттуда, с Украины корней там. Мы вообще до того сродились, а ссорят нас просто почему-то. Бога не знаем, а ссорят. Они друг на друга руки поднимают. Сами украинцы. Поэтому это все Бог попускает. В был случай во времена Иисуса Христа, когда башня Силаамская, какая-то там башня стояла в Иерусалиме, упала и придавила несколько человек. И Господь говорит, думайте, что они грешнее вас были, вот эти люди, которые погибли там. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Это все нам уроки, что нужно служить Богу, спускается предметы. А грехов плоских много. Мы столько натворили, плакать и плакать надо. Не оружие благословлять, страшные такие ракетоносцы, а на колени плакать. А греха. Сколько народов-то мы стеснили, загубляли, что только нет. По священному писанию, это все по грехам народу. Ответы полный. Все будет. Нет, как поездка. Вот оно-то. Надо встать и нет. Пойдемте там. Поехали 24 тысячи километров в этом году Могли бы больше, но Господь не попустил Машина у нас столько, да, она стала у нас Ну техника российская, это неудивительно было В общем-то мы все это знали Но когда покупали, просто по возможности взяли вот именно газет Игнатий Хольчиней можно так сказать души нечать Белая лебедушка Хоть даже, говорит, она ломалась, но она белая лебедушка Почему это наш дом на колесах Собачка с нами, все благословенно Машина освещенная, верующие едем, молимся За нас тысячи верующих молятся Для нас это действительно Для кого-то там, как ее, кочережки называют Для нас белая лебедочка Вот, и проехали мы у нас Первая поездка, самая она была длинная Именно по странам Европы По которым мы в прошлом году и проехали Мы в прошлом году проехали Польшу, Германию Все эти слова, конечно, определенные Венгрия, Словения, Болгария, Румыния, Молдова Зашли в Россию опять А теперь в другие страны мы поезжали Мы ехали на юг России И поехали в Грузию Через Весный Ларс Это там одни, в прошлом году мы через ее проезжали Когда в Закаскаде ездили А там случилось так, что со стороны Грузии сель сошла И засыпала дорогу То есть, чтобы расчистить Несколько недель нужно было Ну, мы ждать несколько недель не можем И пришлось ехать через Чечню, Дагестан Краем там Каспийского моря Если карты, вы представляете, мысленно, да? И заехали в Азербайджан через Дагестан На таможне нас хорошо потрясли, проверили Игнать Тихоничу А я-то с ним шел через таможенный терминал Где пассажиры проходят А Николай-то на машине То есть, он по другой линии идет В машине, а мы через таможенный терминал И вот Игнать Тихоничу смотрит, как он одет И так он его глядом отвел Сапоги снять Ну, снял Я взял сапог Потрясти его Второй Лучше трясите Что там может быть Ну, среди не такие Таможные азербайджанские Да, но нас уже прошли Первый раз они видят таких бородатых Что вы такие? Все до мелочи, давай смотреть Торманы показать Визиточки Вот эти я достал До Египта Так, положить это здесь не брать пока Евангелие У меня завернута была Тормана небольшая Так, вот это не брать Не положено Я говорю, в прошлом году мы были Были у мусульман ночевали Они, говорят, библию читают Ну, вроде кого Я так не сказал, но имел в виду Они считают А почему нам? Не положено Сам видно, он растерялся Молодой, он моложе меня Что с нами делать? Давай куда-то звонить Всех остальных пропускает Азербайджан Там Они не строгие мусульмане Там Мирские В Азербайджане Вот в Дагестане даже больше Женщин в Пикзабе Смотрят, едят по улице Там строжие В Печне тоже А здесь нет И вот они проходят потоком Нас уже держали Я думаю про себя так Евангелие я не отдам Ни за что Если будет Вот упрется Нельзя Игнать Тихо не берет Новый завет не оставляем Ну, хорошо Он позвонил там С кем-то поговорил И отдали нам Пропустили То есть он не знал Что делать И как бы Наверное Перестраховывался Да, скорее всего И вот мы Дальше едем по Азербайджану У нас навигатор Новый Добрый день Ломался Что с ним получилось Думаем, что перегрелся Там жара А у нас Этого нету Кондиционера Вот Рассказывал о миссионерском путешествии Был вопрос задан Мы ездили вместе по Европе Православные христиане И ездили на своей машине На газели И Азербайджан проехали В Грузию Там-то все на Уму Это Давнешний знакомый Игнатий Тихонович Не просто знакомый А он Менонит Бывший сектант Обратился Стал православным Христианом Потом священником Но там встречали нас С любовью Они Не знали, что мы заедем Мы неожиданно все Мы даже никого не предупреждаем Не знаем, когда мы там будем И Вошли Игнать Тихонович Сразу Сразу Богослужение было Сразу его на Проповедь Он там слово сказал Я как раз оператором был Как брат Владимир Я снимал все И Покапарат у меня Камера И нам выносят И нам выносят После богослужения Такие сумки Большие И они все это набрали Как это у них Оперативно Быстро Все Все У них такой хлеб Он как Как уши Большие Торчат Ну как Не лаваш Как-то по-другому Национальное Что-то И там и помидоры И все Нам эти помидоры Еще до Греции Квозили Грузию проехали Мы на таможне На Турции Именно Грузинскую Мы хорошо прошли Подарили им Православный сайт Библейский Они тут же На таможне вышли И давай фотографии Рассматриваем Грузины Отношения Замечательные Нету Ну у нас же Напряженные отношения Будут Когда в Саакашвили Там было А здесь Ничего нет А вот Когда турецкую Таможню проходили Это уже на берегу Черного моря Сейчас не помню Там такой город Батуми Там рядом Таможня Вот там возникли Проблемы Дело в том Что у нас Запечатано было Груз Запечатано За таможню Так что-то И мы решили Ехать и по Турции С этой пломбой А у них По закону Если у вас Пломба стоит Там договоренность С Россией У Турции То вы должны Заплатить Этот груз То есть Что вы там Ведете Нас Не касайте Но вы заплатите Сначала 400 евро Потом Давай 500 Потом 600 Затихо Сейчас Затолкну У нас Таких денег Нету Нам еще Впереди В Союрок Уехать А бензин Она много Куслая И Давай молиться Они нас Не пропускают Ну вот Таможня Вот даже Представить Что вот это Допустим Ну мы Нелеко Встали Втроем Вот Уже Даже были Такие холебания Николай Брат говорит Давайте Назад Я говорю Никто Слышь Иначе Не так Назад Не Сейчас На лодушке Уже На кем надо Молиться И руки Воздевать Не буду И Мимо Тут Широким Потоком Идут Люди В то направление Обратно Кто фотографирует Нас На мобильной Женщина Там на таможне Сидит У окошечка Смотрела Смотрела Как мы молимся Чаю Нам подносит И так Приветлива Но она правда С непокрытой Головой Но Видно Что тур Турецкая Национальность То есть Расположение Такое И Игнать Тихонович Это слышал Что там Подошли Говорят Какие то Таможенники По русски Говорят Так Нам их Не взять Я это Не слышал Но там Мы как Поняли Знаете Как Петр Первый Говорил Что Таможенники Это псы Они сами Себя Прокормят Петр Первый Ну правильно Сказал Они же берутся Там Лихвой А куда Деваться Въехать То надо Товар Надо Продавать Да Ну кто Едет Мы то Не продаем Мы Дарим Прошли Ночь Прошла Игнать Ихович Много Молился Ну мы как За рулем Мы отдыхали Чтобы нам За рулем Не заснуть И на следующий день Бог так делает Нас Ни евро Ни цент Не берут Запускают Все проверяют Ну мы уже Разрешаем Вскрыть Вот Поначалу Мы не хотели Что-то Вскрывать Ромбуком Вот Проехали В Азербайджан В Грузии У нас Запломбировано По Турции Мы ехали Супки Примерно Тысяча С лишним Километров У нас Полуостров На карте Это небольшой А Когда едешь Все это На себе Ощущается Расстояние Вдоль Берега Черного Моря Наш Ураган Конкупался С ребятишками Турецкими И Посмотрели Как Какие у них Дороги Какие здания Вообще Труженики Они Турки Вот Я слышал Что в Сочи Строили объекты Там Некоторые Строители Турки Были Вот Они Труженики Что делают Добросовестным И Не знаю Тихон Что он Своё мнение Сказал Что понравилось Ну и мне Тут Что понравилось В Стамбул Заезжаем Я как раз За рулем Был Стамбул Огромный Город Он На километрах Я не знаю 40-50 Разостянулся Он же И на том На другом берегу И там Мост Через пролив Босфор И Дарданелла Пролив Босфор Мраморное море И Там Библиотеку Заехали Но Они Отказали Объяснили Православные Но Они Как Мусульмарский Государство У них На Сладь Полумесяц И Поехали Дальше Цель Наша Была Грессу Плотника Служили Как Смотри Наши Грессу Может быть Сесть надо Давайте Принесем Возьм Я Рассказываю Вопрос Наталья Ваша Местная Жительница Задала Миссионерской Поездки Мы Православные Христиане Уже не первый Год Ездим По деревням И стали Потом Ездить Междугородные Поездки Ну конечно С помощью Божьей У нас Своих Средств На это Нет Спонсоры Нам Помогали По милости Божьей И рассказываю В этом году Какая поездка Была Так вот В Грецию Мы заехали Самая быстрая У нас Была Так Семь Там Две Там Одна Турецкая Другая Гречская 20 Или 25 Минут Примерно То есть Это Вез Шенген Шенгенскую Зону А мы Опоздали Уже На Дни 5 Почему Потому Что В Москве Задержались У нас Паспорта Там Были Мы Хотели Английскую Оформлять Она Отдельно Оформляет Шенгенская Они Отдельно Английская Вот И Поэтому И задержка Была Если бы мы С Новосибирска Выехали Могли Паспорта Выставить Новосибирск Мы же Новосибирск Оформляли В визовом Центре Вот И поэтому Там Игнать Тихонич Племянника Вызвал Алексея Он сейчас Потеряется Собирается Селиться Алексея Молодая Семья И Вызвали Чтобы Если Паспорта Придут А мы Будем Пути в это время Чтобы Он Доверенно Написали Чтобы Выслал Нам В нужную точку Мы там В Калужской области Установились Где наши книги Туда Забросили Конверт Три С лишним тонны А в Москве Мы приехали Оказывается Паспорта Там Встретились С консулом Поговорили И Они Этот процесс Убустрили Видят Что мы Необычные люди Не просто Туристы Какие-то А вот Именно У нас Миссия И они Убыстрили Этот процесс Конверты Пришли Вскрываем В визовом центре Только В самом посольстве Это не делается В визовом центре Отказ И Чем Они Аргументировали Что Там не указано В приглашении На сколько дней Прежде чем ехать Нужно в приглашение От друзей А у нас Были друзья По интернету Мы связались Андрей Там один Есениц По моему Фамилия Ну он не православный Но очень расположен Он хотел там Собрать людей Вести нас Игнать Тихоновича По городам У него же большой Миссионерский опыт Беседы с сектантами То есть там Интереснейшие беседы Мы так думали Человек Предполагает А Бог Располагает Но оказалось Все не так И вот они Написали Что там по-английски Написано Работник визового центра Артема он звали Он прочитал Нас молодой Парень И говорит Что здесь Нет и не указано Какие даты Раз А второе Мало денег вам На 10 дней По 2000 евро На каждого Мало Вот там И немножко досадно А потом Все таки Мы благодарим Бога Мы стали там беседовать И со священником С одним знакомым Он говорит Это масонская страна Ядро масонства Там комитет 300 Узнать их Открытым оком В 6 томе Об этом По-моему 6 том Говорится Комитет 300 Который управляет миром Это самое ядро Вполне возможно Игнать Тихо Предполагает Что они посмотрели Данные его А это все сейчас есть Компьютерные технологии Что он такой И у него материалы Машонский Он выпускал Где-то в 70-80-е годы Поэтому это все Не вскрыли В прошлом Я сказал Вот так это Думает Дальше мы едем По Греции Греция нам понравилась Дороги хорошие Но флагбаумы Через каждые 50 км И деньги взимают Пока мы доехали С севера Греции До Афина А наши друзья в Афинах Марина там нас Плотников встречала На трассе с Димой Иначе мы их там не нашли бы Навигатор старенький Он затормаживает Новый же сгорел И они нас встретили Пока мы доехали Таких флагбаумов было Ну сейчас точно не помню То ли 14 То ли 15 И везде греки улыбающиеся Или гречанки сидят И там сколько-то евро А у нас торгузо-пассажирская У нас не рисковая машина Побольше готова А есть кое-где Вообще полностью автоматизировано Людей нету Там мы немножко помаялись Николай первый Он как-то больше за рулем ехал У него пока больше Больно больше Куда там Хорошо Куда там деньги вставляли И все автоматизировано Карточка Потом проезжаешь Эту карточку даешь Там платят Автоматы И там мы ночевали Ночь одну Были встречи с людьми Вот И приходили баптисты Это все на ютубе В роликах вы можете увидеть Вот Я уже подробно не буду Потому что это много можно А где какая страница Где это так А за рот Он на это Если у вас На визиты Есть, да Вот здесь канал в ютуб И ролики Там все это выставлено Очень огромная информация И дальше с Греции Мы переплываем в Италию На пароме Потому что Если по сути ехать Это дальше На много раз Дима нас провожал Он по-гречески По-модно Где там что и как Билеты взяли И приплываем в Бари Бари это там Где мощь у святителя Николая Вот Святитель Николай Он почитаемый Во всем мире Можно сказать Его и не православные Чтут Едем мы в Рим Папе Римскому Дарить книги Ну с папой конечно У нас не получилось Крепиться Мы через посредников Из людей Передали книги И бывшему папе И теперь Вот Ну Рим В Ватикане самом Были Игнать Тихович Там мнение свое Сказал Больше как бы Такое светское Государство Государство На самом маленьком В мире Вот А Были вот на этой площади Где папа выступает В балконе Там все дружки у них стоят Там много верующих Собирается Вот У католиков Сохранилось Рукоположение Поэтому у них Приемственность От апостола Петра У нас От апостола Андрея А апостолы Жест Креста Поэтому В этом плане Рукоположение Сохранилось Это Церковь Но есть у них Там Нюансы Георетические Так скажем Возрения Что папа Наместник На земле Мы это принять не можем У нас Церковь Соборная Все соборное решается А у них Один наместник И не погрешим Как может Один человек Затаус говорит В одном человеке Все не может вмещаться Даже Моисей И то принял совет От теста И опора В Библии сказано Об этом И он принял совет Хотя можно сказать Я же служитель Божий Что в чем я указываешь От теста был вообще Да Может сказать Мирянин Или Белопоплогий Но он принял От него совет То есть В одном человеке Это все не может вмещаться Дальше с Рима Мы едем В Испанию В Португалию В Мадрид Мы не стали Заезжать На обратном пути Решили туда А в Лиссабоне А вот На север Италии Монако проезжали Во Францию Во Францию Да Там же границ нет Если все свободно Дороги замечательные Туннели Столько в Италии Да и в других странах Но особенно в Италии Сколько туннелей Они делают И там все Вентиляция Освещение Ну Как говорится По современному все То есть Это большие труженики Бестакады Чтобы дорога Как у нас Допустим До Сочи Мы ехали В прошлом году Вот такие Северпантин Там Истакады делают И врезаются В гору Горы небольшие Как уран И переезжают И все равно Пробивают Это столько Труда Но За дорогу В Италии Не так Как в Реце Мы почему Говорим о дороге И о деньгах Потому что Мы все это прошли По кошельку Нам это все Били нам Там и платишь В начале Где-то И едешь И в конце Ну уже там Допустим Я не помню Сумма Там Чем-то А греки Там меньше берут Ну чаще А чаще Ты тормозишь Снова набираешь Скорость Это же горючий Это жжет А здесь едешь Едешь по Автобану И уже не тормозишь Это вот правильно Так было В Италии Именно так Везде поля Гора конечно Уже в июне Была гора сильная Но вот нам В Греции сказали Что в июле Там вообще Пехо Магазины Кажется С двух до пяти Мимо Говорю Закрываются То есть это время Когда на улице Не рекомендуется Никому Находиться Или в доме Где кондиционер Или на море Загорается И вот В Испанию Мы проезжаем Тоже дороги Отличные Знаете там Какая земля была Вот можно с этой доской Покажи Это доска Красного цвета Вот такая земля Я говорю Братьям Как говорю На марте Свет И поля Сделываются Люди берут Ну какие-то колючки Ковся Зелени нету То есть Все высушено У нас в Сибири Такое богатство Зелень А зелень Радость была Которые Все растет Это благословенный Богом И люди привыкли Бились за свою землю Они там воевали С мусульманами У них была Это вот Реконкист Освобождение Из истории Я там историю преподаю Доехали мы до Лиссабона Там Был Геннадий Фаск Он Сабаканов Священник За два года За нашего приезда Там русская община Русский приход И русская церковь У них как раз Праздник всех святых Но мы их не предупредили Неоденда Появились Тут же они нас Как братьев Родных Во кресте Приняли И Игнать Тихонка Посреди Когда его поставили Он проповедь сказал Я это снимал На ютубе Могут это увидеть И накормили нас Книги там подарили Еще на Мадрид Оставили У них там Есть связи свои Мадрид за Ильяти Это многомиллионный город Пока мы для тех Найдем Будем крутиться Нам это Соперевременно Чтобы быстрее У нас встречи Назначены были Уже в Кельсинке И на паром Оплачевали Поэтому Гнать Тихонки Торопился Вот И Все благословенно Там прошло В Лиссабоне Поехали В Испанию Проезжаем Во Франции Первая поломка Была На своем кратере На стоянку Там мы ремонтируем Все наши генераторы Эти вот Как это было Цеколадки Контакты Нужно было почистить Брат Николаев Брат Николаев Сел Побродил В дачу Едем И Хотели Брюссель Где вот Став Квартира Танат И В Герланды Но Машина у нас В таком состоянии Что Мы решили Сразу Ехать В Германию Вот А там Во Франции Наши Которые жили Потеряются Малютины Но Они Оказывается Место жительства Поменяли Мы уже Это место Проехали Они уже Под Бордон И Она нам Позвонила А мы говорим Что мы на Париже Так Мы не встретились В Париже Библиотеки Но Это Вообще Невероятно Было Четыре здания Тонированные Стекла 20 этажей Четыре здания Это все библиотека Национальная И там Деревом покрыто И средство Коммуникации И все Для самого Дерево Какое-то То ли Дуб То ли Что Оно Прямо На воздухе Дожди Идут Она не Длина Но Она Правда Покрашена Или Не покрашена Нет Не покрашена И Там Мы стали Беседовать По поводу Книг А Потом Подошел Козный Человек Который По-русски Разговаривает И он Сказал Что Здесь Мы такие Не берем Здесь Или научные Или художественные Ну Там Не взяли Какие Но Остальных Местах Не были Я хотел Там Фотографировать Я Чего Башни Не до Этого У нас Дух Люди У нас Другая Миссия Поэтому Нам Не до Башен Не до Каких-то Версалей Как У туристов Ездят А Нас Души Человеческие Интересуют Чтобы Они Ко Хребту Пришли Миссия Другая Поэтому Поехали Дальше И Там Были Одной Христианки Она По интернету С нами Слезалась Жанна Исправникова Ночевали Там Тоже Собирали Людей Беседы Были Рисунь Крещенник Француз Но он Православный Приходил Жанна Она Переводчица Была Мы Беседовали С ней Хорошо Побеседовали И приехали В Германию Это Германия Где Наша Сестра Валентина Саркессон Живет Она Хрестилась Потеряется В Клачках У нее Самара Сестра Была Она Умерла Года Два Наталь Там Мы Носевали Уже Отдохнули Наша База Отдыха Была Машину Приводили В порядок Масло Заменили Там Русские Уезжие Силья Помогли Фильтр Поменяли Фильтр Носли Вон Плищи Афиномар Машину Подделали Все Пухой Сделали Были Там Замки Замок Веста Веста Замок Веста Средних Веков Вплоть до Нашего Время Веста Как Музей И Все Это Снимали В В В В В В В Кареты Такие Оружие Старое Средних Веков Ну Точнее Даже Нового Времени С 16 В В В В В 20 В В В В В Какие Там Особ Были Нас Это Рассказывали И Дальше Ехали На Север На Копенгаген Дания Копенгаген Приняли Очень Хорошо Зашли Они Переводчицу Она Сама Работает В Библиотеке И говорит Наши книги Встрали Библиотеку Здание Едем Через Балтийское Море Я думал Там Паром А там Посты Огромные Сделаны Чтобы На скандинавском Полуострове Большое В Швецию Попали Мы Планировали Ехать Норвегия Но тут Машина У нас Хорошо Сломалась Сломалась Так Чтобы Браг Николаев Надо Разбирать Внутри Сопат Это Надо Стоян Надо Машу Сливать Сервис И мы Приехали В город Юнгби Он Юг Швеции А там Вышли На русскоязычное Население Которое Нам Переводили Помогали Беседовать Английский Слабо Знаем Швеции Каждый Второй Английский Знаем Более Хорошо Доставлен Слабо Более Пришли Как раз На беседу Две Женщины Одной Мож Швед Они Стали Русские Живут Лет Пять Там И Один Армянин По-русски Чисто Разговаривал Вдвоем И вот Они нам Хорошо Помогли Посоветовали Нам Мы хотели На Стокгольм И отсюда Уже Слыть У нас Было На сельскнике Путин Оплатили Ягумен Никита С сельскнику С Финляндии Оплатили Путин А зачем Нам 500 Км На северо Восток Ехать Хотя поблизости Есть Форт Мы можем Туда На эвакуаторе И Клайпеду А дальше Калининград Калининград Это Россия Где могут Акремонтироваться Вот такой ход В Калининграде Там Дмитрий Брунхин Наш благодетель Он все это Оплачивал Помогал Самого Его не было В Калининграде Он в Испании Был И сам звонил И руководил Вот этими делами Вот у своего Господи Он помог В здании Находится много Добрых людей У Бога Всего Много Ну а когда Этот авторемонтик Посмотрел Сразу Они Сбучили Такие серьезные Ребята Хотя и И хотели Реанимировать Так сказать Ну как Человек У искусственного Дыхания Электрический Шок Делается Так Из машины Нечто подобное Потом Показывает Капут Но это слово Мы хорошо Поняли Это я Здесь Попонял Гитлер Капут А есть машина То есть Внутри Там такая Поломка Что Надо все Это Разбирать В Калининграде Ну На пароме Мы все Проплыли Нам Помогли Там За деньги Затащили Нас В Калининграде Но На себе Не могли Тяжелая Надо еще Там Подъем Где На пароме Сритвиле Касов Наверное 16 В Калининграде Отремонтировали Ночь Ночевали И в Калининграде Первый раз Согласить Он переживал Как Палатке Не понравилось Калининграде Была Там На ремонте Закрыта Не положено Ночевать А мы Прямо Рядом Просили Разрешения Там Русские люди Они нас Понимают Что мы Такие Они Полуслов Уходят Оказывается Шестерня Привода Коленчатого Вала Видят Она Не Леталлическая А Такой Твердый Материал Она Лопнулась Дубья Были Потерты И Уже Клапанаты Не работали Ну Естественно Компрессор Не было Она Не заводилась Никаких Признаков Жизнь Не было Но И отремонтировали Все И мы поехали По странам Трибалки Здесь Эстония Точнее По порядку Латвия Литва Эстония И вот Игорь Тихонич Давно Хотел Свой Городок Свой В котором Он Был В юности Ну Не в юности А уже Когда Парень Был Лет 20 Там Он Впервые Получил Евангелие Венцю Это Портовый Город Он Туда Приехал И мы Стали Искать А 52 Года Прошло Новые Дома Новые Улицы Где Там Что И Наконец Нам Чудесным Образом Показывает Женщина Я говорю Игнать Тихонич Осторожил Ну Подручь И она Нам Показывает Да Вот Здесь Этот Домик Стоял А там Сейчас Стоматологическая Клиника Ну Наверное Такого Размера Большая На этом Домик Дом 18 Жила Анна И Михаил Они Были Не Православные Но Они Подарили Игнать Тихонич Евангелие Они Впервые Его Все это Выставлено Это Некоторые Смотрят И Плачут Он Сам Там Плакал Здесь Господь Его Нашел Я Когда Снимал Он Показывает Солю И Плакал И Господь Показывал Обратил От смерти Жизнь Переход Это Душа Возрождает Слово Боже Вот Такое Событие И Он Решил Подарить В Эту Стоматологическую Клинику Дом Анна Михаил Подарить Еще Для Слов Божьей Интуи Писывал Православие И Подарил Там Ну Там Такой Случай Произошел Время То есть Сейчас Я В город Приезжаю Даже У меня Писывали Семинар И Вот Он Подарил Там Книги И Мы Дальше Едем В Истонии В Стали Не Остановились Мы Ночевали Там У Одной Приказанки Гуман Микита Дочь Приказанка Валентина У вас Какие-то Вопросы Не Есть Из Эстонии Мы Выехали В Россию Нашу Базу Калужская Область Приехали За книгами Чтоб Снова Загрузить Мы Разгрузились Виктор У людей Вопросы Есть Хорошо И Дальше Мы На север Не поехали Все Сейчас Заканчивается Мум Машина У нас Коротка Стала Скорость Не Смешает Как Надо Скрит Там Шумы Посторонние Николаевич И Решили Мы Изменить Поезд Вех А Эта Книги Пока Оставить Найти Добровольство Волонтеров Быватель Наверное Чтобы Кто-то Мог Подводить Итак Мы Приехали 5 Июля Выехали 27 Или 28 Мая А Приехали 5 Июля 40 Дней Ровно 24 Километра У нас Миссионерская Поездка Но Это Очень Кратко Задача Была В тем Чтобы распространить Слово Божие Книги Вот эти Книги Дарили В Центральной Библиотеке И Встреча С людьми Была Беследовали О Христе Но Это Там Где Наши Знакомые В Греции В Греции Во Франции В других Городах В Лиссабоне Там Уже Был Геннадий Пас Православный Священный Вот И Там Такой Случай Был Интересный Что Один Человек Рассказывает Прям Среди Храма Устал И Подъякан Мы На днях Обсуждали Чтобы Книги Нам Какие-то Получить На Русском Музыке В посольство Ходил И Я Сходил Туда И Иду Сам И Думаю Где-то Лапкин Ездит С Книгами А Он Не Зав Что Мы Приедем Через Два Или Три Дня Приезжаем С Но Это Бог Может С Делать Понимаете И Он Все Это Свидетельствует Перед Церковью Не Выдумал Еще Вопросы Какие Здесь Библиотеки Наши Книги Занимайтесь Читайте Мы Несколько лет Назад Привозили Книги Должны Быть Книги Говорят Что Вроде Как Оттуда Кто-то Убирал Но Мы Не Знаем Этого Пока На В отпуске Мы Во все Ближайшие Села Развозили Мы Все От Потеряйский Дальше Дальше А потом Аппетит Вырос У нас Благовесник И Мы По Другим Странам Но Так Бог Делает Возможность Была В Газели Мы Ехали Втроем Собака Чемпион России В прошлом году Заняла Первое место Обчарка Ураган И он Нас Охранял Мы Взяли И Не Зря Брали Несколько Случаев Было Человек Ночью Идет С Фонариком А у Нас Палатка Здесь С Братом Николаевым Здесь А Игнать С Машин И На Нас А Ураган И Человека Нет Но Это Много Таких С Вопросы Еще Еще Есть Вопросы Духовные Пописания Что Видите Как Это Надо было Все равно Как-то Вот Докройте Чтоб Вопросы Задавать Они Всегда Есть Вопросы Вроде Мы Не Первый Год Когда Не Задают Вопросы Или Все Знают Или Ничего Не Знают Чаще Ничего Чаще Ничего Так вот Чтобы Знать Сестры Дорогие Надо Читать Библию Новые Заветы Наверное И Библия В каждом Доме Сейчас Это Не Советское Время Когда Их Изымали И Сажали Тех Людей Которые Распространяли Слово Боже Наши Книги Здесь После Нас Мы Уезжаем Нас Нет Но Книги Наши С вами Будут Говорить И Беседовать С вами Они Имеют Возрождающее Действие Книги Я Сам На своем Опыте Это Знаю Я Привозил Книги К родителям Они Были У меня Неверующие Сестра Была Неверующая И Через Девять Лет Обратилась Сестра А Родители Через Одиннадцать Лет Время Там Шло Я Молился За Нес Терпеливо Бог Дал Мои Молиты Мои Неверующие Но Они Книги Сами Читать Я Уезжал Они Сами Занимались Душами Если Вы Не Будете Заниматься Неподнежа Читаем Глазами Я Сказал Слово А Вы Забыли Помните Хотя Два Слова Христос И Битый Христос Который Нас Искупил Искупил От Грехов Это Наш Искупитель Ходатай Прик Богом Нужно В Его Веровать Чтобы Спасти Свою Душу Как Собственного Спасителя Не Просто Что Он Был На Земле Я Знаю Это Хороший Человек Он Богочеловек Богочеловек А Библия Это Священная История О том Как Бог Спасает Свой Народ Сначала Он Иудеем Пришел А Сейчас Он Заветит Как Сем Господь Он Иудеем Спасает Но Вот Этот Мир Благую Весть Мирную Весть Несем Всем И мы Говорим О Христе Чтобы Наоборот Примирились Мы Задавали Вопрос На Украине Мы Молимся Игнать Их Чтобы Идти 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 Примирились По Христе И с той Стороны Неправда И с другой Бойная Там Кто Прав Кто Виноват Не вывез Это Страшно Почему Люди Без Бога Живут Мы Вот Только Благую Вес На Украине Распространяли В прошлом году Там Книги В Киеве Дарили И Игнать Тихость У него Все-таки Есть Что-то Пророческое Я Говорю Тороплюсь Боюсь Что война Начнется В прошлом году Вот это Говорим Мы С Николаев Сидит Какая война В центре Европы Ну какая Что бы Предположить Засылать Война Я думаю Это Все Он Действительно Каждый Минут На счету У него Быстрее Садиться Быстрее Не задерживаться Поели Все там Перехватили Быстрее Почему Потому что Другого времени Не может Не быть Вот у нас Сейчас пока Такое Мирное время Мы с вами Собираемся Скоро Этого не будет Библию у вас Есть Читайте Езжайте В храм В ребрику Молитесь Исповедуйтесь Веруйте во Христа Кто не крещеный Как крещение Чтобы Перед Богом Вы не ноги Явились Но за светлых Одеждах Крещенство Селиться Перед Богом Иначе Душа А если не крещеное То как мы Оправдаемся Пред Богом Господь омывает При крещении При полном погружении Все греки По вере Крещаемого Не просто Что Христос Хороший человек А Он Бога Человек Он Искупитель Мой Спаситель Можно Божью любовь Сравнить Только лишь Приблизительно Как любовь Матери К ребенку Это Приблизительно Это еще Выше Бог знает Что нам надо Какое наказание Сейчас Как Уврачевать Бог знает Все Для каждого Из нас Вот Вы пришли Это Не случайно Это Господь Вас Подвину И вас Ази Это Все В плане Божьего Спасения Господь Еще Включится Ваши Семь Чтоб Вы Не Были Беспечны Чтоб Обратились К Семь Семь Обращаться Везде Можно Сейчас Закончили И помолимся Здесь Где Икон Нет Там Можно Молиться Раньше Икон Не Было Молились Первые Христиане Поэтому Езжайте В ребриху К батюшке Любите Батюшку Вашу Не говорите Что Он такой Секой Вот Потеряю В кинобочной Расе Никогда Не говорите Он Священник Законный Вот Поэтому Наиск Пойте Ижайте Молитесь За него Чтоб Он Вам Проповедь Говорил Уста Священника Должны Это Как Уста Господа Пророк Моласия Говорит Об этом Чтоб Он Проповедовал Вам Это Богом Он Поставлен На Эту Проповедовать И Просто Треб Исполнять Ему Очень Тоже Нелегко У него Так Время Не Дет На То Чтобы Всех Принять Но Нужно Чтобы Он Проповедовал Как Апостол И И И И И Еще Вопросы Как Я Я Скаж Что Я Час Почему Книги Вы Берете Именно В Библейской Миссии Ведь Это Миссия Основана Иностранными Вы Имеетесь Какие Я Веду Книги Вот Это Вы Знаете Мы Учимся Даже У Сектантов Если Хорошее Что-то У них Вот В этой Брошюрке Прежде Чем Вам Дарить Мы Ее Прочитали Очень Хорошее Поэтому У Сектантов Есть Чему Поучиться А Златоуст Говорит Даже У Сатаны Можно Чему-то Поучиться Неутомимо А Сатана Тащит На Хват За Тау Какие Слова Говорит Что Можно Поучиться Вот Это Неутомимо Деле Спасения Если Она У Есть Дьявол В этом Можно Подражать Неутомимо Поэтому Сектантам Берем Доброе Но То Что У Неправильное Вероучение В нашем Книге Во Втором Томе Открытый Мох Там Сказано Как Беседовать Сектанты Мы С ними Встречаемся Спасения Брат Девчонки Деда В городе Николь Поэтому Вот так Понятно Если Никого Ничего Нет Помолимся И Отпускайте Нас Благословляйте Нас Давайте Сюда Лицом Встанем Господи Слава Тебе За Этот Димный Воскресный День За Эту Встречу Благослови Всех Людей Пришедших И Помоги Им Господи В сердце Сохранить Все Доброе Что Они Слышали Направим Путь Покаяния Чтобы Люди Познали Тебя Любовь Твою Слава Тебе За Все Твои Милостичи Дроты Посетим Нищих Сердых Дрот Одиноких Сражающих Болящих Гоним За Веру Томящихся Вузах Темниц За Слово Твое Милощи Считающих Нас Подающих Нам Милосты Тебе За Все Хвала Слава Чести Поклонения Отец Сын И Святой Дух Аминь Все Храни Господь Помолитесь За Нас Путешествующих Я Еду До Барнаула Завтра Иду Чисто Семинарию На Пасторское Деление Поэтому Ну Может Даст Бог Потом Буду К вам Приезжать Уже Как Батюшка Если Бог Даст Спасибо Одежда Васильевна Пойдем Читайте Главное Читайте Исполняй Дайте мне еще Дочки Дочки Она С вами Один Возьмите Гарсфайта У вас Все Есть Духари Господь Спасибо Что Приехали Слава Христос